Игнат Тихонович, я извиняюсь, у меня проблема была с интернетом. Может быть и так. Я за окошко закрою, я нахожусь в Московской области, в городе Северной. Вы еще не передвигайте. Вот здесь сидите, тут и сидите. Он окно закроется. Володя, приветствую вас. Так, у нас все записывается в интернет, вы не против? Конечно нет, как скажете. Скажите, не против. Не против. Все, я вас слушаю, пожалуйста. Игнат Тихонович, мы с вами же общались до этого, правильно? Ну говорите. У вас много слушателей, много кто смотрит за вашим контентом, кто смотрит за вашим сайтом, кто вообще как бы, у вас очень много подписчиков. Я вот сам с Благовещенской, я же вам говорил, помните? Да, помню. Игорь меня зовут. Да, да. Игнат Тихонович, вот просто у меня такой вопрос, понимаете, в чем разница? Знаете, я вот сегодня полдня думал, ломал себе голову. Я вроде бы как бы православный, слава Богу. А вот есть вот люди, но мусульмане, которые как бы, ну, рядом со мной находятся, но они не признают нашего Бога. Да. Да. Они говорят, как бы, якобы в писаниях там написано, что как Исаия или как, что у них... А нам зачем про них говорить, я не пойму никак. Мне надо с ними поговорить, я лично с ними разговариваю, а мне не надо, чтобы обо них что-то говорить, я не хочу этого. Это праздный вопрос, их нету здесь. Игорь Тихонович, да у меня пить тогда нормально? Я, кстати, последовал вашему примеру, что вы как сказали, что не пить перед камерой. Да. Ни воды, ни каких... Никогда не надо этого делать, зачем это нужно? Да. Ну, совершенно верно. Игорь Тихонович, еще вопрос вот один. Вот смотрите, если я вот приеду в потерявку к вам, как это можно бы сделать? Никак. Вы одиноки. Если бы у вас были дети, несовершеннолетние или совершеннолетние, разницы нет. Тогда бы мы стали с вами работать, подготавливать вас. А так это пустое, даже из головы выкиньте это. Я хорошо услышал вас. Ну, тогда давайте как-то... Игорь Тихонович, через молитву как-то... Зимой сейчас один приехал. Мы его знать не знаем, звать Артем, с Москвы. Приехал, слез. Почти 30 с лишним градусов мороза, станции там нету. А стоит там скамейка какая-то, болейка от ветра, от дождя прикрытая. Ну, ладно, у него с собой там был этот какой-то, я не знаю, что такое, туристический мешок. Он в него залез, там нос обморозил. Зачем приехал? Среди зимы. И увидел там, ехали когда-то по среду, пошел и дошел. Но это ему немало не помогло. Его накормили, напоили, на утро посадили, и опять на станцию он в Барнаул поехал. И тут начал лгать. Но это не кончилось. Он стал тут пророчествовать, что будет сейчас землетрясение. Он начал пророчествовать? Да. Ну, врать. А вот сейчас будет землетрясение большое, все люди погибнут, то другое. Я говорю, зачем вы это говорите? А если не случится такого? Ты рогами там в землю сможешь воткнуться? Нет. Он уехал домой, а отец его сообщил, батюшке позвонил, доехал. Прошло неделю, сейчас сообщают, он уже погиб. Шел где-то по линии, не слышал, и электричка его в Подмосковье сбила. Убило сразу. Он погиб. К нам кто-то нынче и в прошлом году шел, неизвестно откуда, по линии поезд задавил его. До этого был один след. В кусты залез тогда, что не знает куда, там и замерз. Весной вороны обнаружили. В какой ехать? Куда? Зачем? Кому ты нужен? Игнатий Тихонович, ну у него благословление было или нет? Ну никакого даже ни разу не переписывались. Разговора нет. Вот если бы вы были женаты, была жена, сейчас бы ставила здесь ребятишки, я посмотрел. Потом бы началась вам проверка, какие вы есть. Нет, я холостой Игнатий Тихонович, я холостой. Мне вот батюшка просто всегда говорил, понимаешь, Игнатий Тихонович, он мне говорил, либо в монастырь, либо женись. Понимаешь? А у меня как-то вот все вот между, понимаешь? В монастырь я не хочу идти к монахам, потому что там вот, ну не мое, я воспринять тогда не могу. Я воспринимаю только Господа нашего Иисуса Христа, вот честно говорю. А зачем вам нужен монастырь какой-то? Ну, он мне как говорил, ну как бы я бы вроде бы... Игнатий Тихонович, ну просто выслушай, две секунды, пожалуйста, выслушай. Выслушай, пожалуйста, Игнатий Тихонович. Сколько лет? Ну, понимаешь? А? Сколько лет, лет сколько вам? Сорок девять. Ну, сорок девять. Главное, уже прогорело. Зачем вам жениться-то? Ну, на старости же охота какую-то... Вчера? Когда выпивали? Вчера. Не люди, только правду говори. Когда? Сегодня. Сегодня. И в таком виде, говорят, предстали передо мною. Еще я буду говорить вам, отвечать. Разговора больше не будет. Зачем? По пьянке мало ли еще сказать. Вы ищите где-то, кто что-то, а за собой не смотрит. Я же вам сказал, в рот не берите. А вы же сегодня выпили. Раскраснелся весь. Игорь, не надо баловаться. Я прошу не раньше, как через месяц, если думаете звонить. В течение месяца даже не пытайтесь. Иначе я вас занесу в черный список. Я вас заблокирую и больше ни разу не зайдете. Игорь Иванович, мне будет единственная к вам эта просьба. Ну, смотрите, я сейчас нахожусь на Московской области, как я и тогда говорил. Я сейчас хочу просто бросить курить и пить. Я только вам такое говорю, да? Курить и пить. Но это будет с 19-го числа. У меня будет просьба. Помолитесь, пожалуйста, хотя бы дней пять, чтобы не было это... Ну, чуть полегче как бы скинуть себя. А дальше я буду с Господом вместе ответить. Нет, вы не бросите. Это только разговор один. Вы взрослый мужчина. В прошлый раз говорили с вами. И вы сегодня опять нахлебались и пришли. Ну, куда это годится? Да потому что у меня в душах вам дянется. Понимаете? Вы что, вы мне хотите понравиться пьяным? Я их терпеть не могу. Да я знаю. Мне зачем, если мы в рот не берем? У нас никто не пьет. Мы вообще даже на нюх не берем. Зачем нам это? Русская нация и так спилась вся. Игнатий Игоревич, давайте это... Знаете что? У меня будет маленькая просьба к вам. Единственная. И последний вопрос. Ну, как бы. Не вопрос, а вопрос о просьбе. Дайте мне силу, пожалуйста. Ну, не вы дайте, а помолитесь перед Богом, чтобы дал мне силу маленькой. Не хватает маленькой. Ну, пожалуйста. Господи, дай Игорю разумиление и не дай ему умереть в грехах. Я уже помолился. Все. Игнатий Игоревич, храни вас Господь. Вот честное слово. Я говорю, вы вот единственный человек. Дайте я сейчас два слова скажу, потом выключите. А то тут все вот тоже там и в чат рулетки, все уходят. Я просто единственное вам хочу сказать, что я вот вот, а слежу за все время моего как бы это, ну, пребывания в нете, да, интернете моего времени. И я редко нахожусь. Я хоть сейчас не выпрямшен, но я в любом случае вам сейчас расскажу истинно то, что как бы я хочу сказать. Понимаете? Вы вот единственный человек, который, ну, доносит правду и, ну, миссионер как бы, ну, с большого буквы, да. И еще я вам скажу, понимаете, обождите, стойте, пока ничего не говорите, потом скажете. Извиняюсь, что и перебиваю вас, понимаете, вот у вас каждое слово, каждая буква, оно доходит вот сюда, понимаете, до мозга. Ну, кому-то раньше, кому-то позже, понимаете, но оно доходит. Я почему смотрю вас всегда во славе Библии? Это ваш, как говорится, блок, да. Ну, вы доносите, понимаете, но кто-то раньше станет, кто-то позже, но не факт. Но просто, Игнарий Тихонович, я вот честно скажу, я просто вас смотрю и я, понимаете, я вот упал очень крепко, да, вот с этим алкоголем, там. Я встаю благодаря вас. И слава Богу, понимаете, вот, вы единственный вот для меня, вот как, ну, мессия или как-то, правильно сказать, вот. Вы для меня сейчас, понимаете, обождите, ничего не говорите. Вы для меня тот человек, на которого нужно равняться. Ну, мне на вас, понимаете, как до луны пешком. Вы столько прошли. Я грешный человек. Вы там пойдите где-нибудь в Храм Христа Спасителя или в другом месте, в священнику, сходите на исповедь и где-то еще-то помогите людям, кто работает. Да я стараюсь помочь, Игнатий Тихонович. Я стараюсь уйти от этой проблемы. Она вот гложет меня, но гложет по немощи, может быть, манере. Нет, я сейчас встану, в любом случае надо... Игнатий Тихонович, я вот единственную сейчас просьбу прошу вас, знаете, какую-то... Когда женаты были, сколько лет с женой жили? Я ни разу не был женат. Игнатий Тихонович, я не был женат, но у меня есть сын. Я грешный. Грешный блудник. Игнатий Тихонович... Игнатий Тихонович... Игнатий Тихонович... Каких там это... Значит, давай так. Иди сейчас домой, где там живешь, проспись и больше брод не бери. И в течение месяца хоть один раз закуришь, вот с этого момента. Или один раз выпьешь, забудь про меня совсем. Забудь просто. Игнатий Тихонович, помолись сегодня вечером, пожалуйста. Я постараюсь... Помоги Игорю несчастному, рабу греха. Ваша молитва просто сильная, Игнатий Тихонович. Вы завтра курить опять будете. Вы не бросите пить. Вы легкомысленно мужичонка. Игнатий Тихонович, ну давайте всего хорошего. Всего хорошего. Всего хорошего. Мы и тут знаем, что хорошее. Так, все, с Богом, Игорь. Спасибо Господи. Если хоть раз закурите, выпейте, не надо мне никаких извинений. Больше не звоните, у меня времени нет. Зачем мне чужую блевотину собирать? С Богом.